Очень правильно стараться получить сразу все. Если хороший маркетолог видит два свободных стула, он не будет выбирать какой-то один из них. Он постарается сразу сесть на оба. Главное, чтобы в этой ситуации ваши физические кондиции соответствовали поставленным задачам. Смотрите, что получилось. Маркетологи Kia видят перед собой два свободных стула. Один называется E, другой F. E это седаны бизнес-класса, такой сегмент. F это седаны класса представительского. Ни на том, ни на другом стуле Kia до сих пор посидеть не удавалось. Что они делают? Они строят автомобиль по всем параметрам и канонам класса F. То есть это большой седан представительского класса, практически лимузин. Но при этом предлагают его на рынке по цене автомобилей сегмента E. То есть оба стула сразу оказываются накрыты. Kia Quoris строили в расчете на ближневосточный, азиатский и североамериканские рынки. Ну и российский в том числе, наверное в числе азиатских. Но вы сразу увидите в этом автомобиле черты выходцев совершенно другого старого света. Использовать Kia Quoris в качестве эталонного измерительного инструмента можно только если вы собираетесь измерить что-то действительно большое. Автомобиль крупный, 5090 миллиметров от бампера до бампера, 3045 миллиметров колесная база и очень внушительный параметр, который Петер Шрейр определяет как зона престижа. Это расстояние от оси переднего колеса до передней стойки. На российский рынок поставляется Quoris только с одним вариантом двигателя. Это V6 объемом 3,8 литра, мощность 290 лошадиных сил, крутящий момент 356 ньютон-метров. Мотор полностью алюминиевый, современный силовой агрегат, изменяемые фазы газораспределения на входе и выходе и также изменяемая геометрия впускного тракта. Все эти технологические фишки позволяют снимать до 90% крутящего момента с двигателя уже при полутора тысячах оборотов в минуту. То есть приемистость у него, ну вы собственно ее и чувствуете, как двухтонная туша практически без замедления, без промедления срывается с места и очень мощная рука как будто вот так ух толкает ее вперед. Ощущение очень приятное, действительно вдавливает в сиденье. Динамика разгона по цифрам такова, 7,3 секунды до скорости 100 км в час. Восьмиступенчатый автомат корейцы сделали сами. Не стали обращаться за помощью к ZF, как их, скажем так, европейские коллеги. Они построили автомат сами, снабдили его массой режимов. У него есть спорт режим, режим сноу, режим эко. В нормальном, вот в том, в котором двигаемся мы, автомат работает просто прекрасно. И нету задумчивости какой-то, плавность переключений. Отлично. Все очень премиально и... Ну так как ждешь от этого автомобиля, он так и работает. Другая картина в режиме спорт. В режиме спорт походка машины становится и характер ее чересчур даже не то, что жестким. Он становится черствым. Акустический дискомфорт появляется, жесткость переключений. Ну и вообще все спорт настройки, которые Quorys предлагает, они, ну скорее, как маркетинговые дополнения. Вряд ли кто-то будет всерьез обращать на них внимание. Попробует разок, так же, как я. И останется приверженцем нормал режима раз и навсегда. Благо, что в нормальном своем состоянии Quorys действительно хорош. Хорош, комфортен, элегантен и достаточно быстр. Здесь пятислойные стекла. В том числе, такое количество слоев работает на изоляцию акустическую. Здесь огромное количество специальной пены и залиты все полости. Везде лежат шумопоглощающие маты. И сам силовой агрегат установлен на гидроопоры, которые создают колебания в противофазе. Таким образом, они сводят колебания двигателя, заведенного работающего мотора, по вашим ощущениям, к нулю. Все второстепенные функции в этом автомобиле настраиваются вот этим колесиком. Колесиком с кнопкой посередине. Оно находится прямо на рулевом колесе. Вы дотягиваетесь до него под этим пальцем вашей руки. Система, которая заменяет привычные по автомобилям большой немецкой тройки iDrive, MMI. У Kia вот такой подход. Автомобиль предлагает вам настройку даже усилия, с которым будет сопротивляться вот это самое колесико вашему пальцу. У нас максимальные комплектации, поэтому вот здесь перед подлокотником есть кнопочка, которая наглядно демонстрирует, что вы можете поднять автомобиль. Пневмоподвеска, при том, что нормальный дорожный просвет такого автомобиля, 145 мм, может приподнять вот это двухтонное тело еще на 30 мм принудительно. Я могу это сделать, нажав кнопочку с соответствующей пиктограммой. Правда, если я разгоню автомобиль до скорости больше 70 км в час, он автоматически опять присядет до стандартных 145 мм. А если я буду гнать, не обращая внимания на ограничение скорости, то автомобиль присядет еще на 15 мм, и это будет уже его позиция такой максимальной устойчивости. Процесс управления этим автомобилем захватывающим не назовешь. Он едет быстро, он разгоняется динамично. Но, пожалуй, на этом все заканчивается, потому что связь по рулю здесь, ну, как-то вот они постарались, чтобы все укладывалось в слово, в определение «лимузинное». То есть, очень комфортные, очень плавные, чтобы как можно меньше было поводов для беспокойства всего вас, пассажира, окружающей среды. То есть, не крути баранку лишнего, и будешь чувствовать себя очень даже комфортно в этом автомобиле. Синтетика. Есть вот какой-то демпфер, который отделяет вас от дороги и не дает полностью прочувствовать весь процессор. Это, во-первых, автомобиль, который имеет российскую прописку изначально, а у нас это приветствуется среди чиновников. Второй плюс, очень жирный плюс, необычный ход Kia. Они установили 7-летнюю гарантию на этот автомобиль. То есть, вы уже выкатали практически всю его стоимость, продали его, а он до сих пор остается гарантийным уже у следующего владельца. Для флит-менеджеров это хороший знак. Да, да, еще раз да. Вот это то место, с которого лучше всего понимать Kia Aquaris. Место, наверное, настоящего хозяина этого автомобиля. Комфортно, богато, очень просторно. Здесь хорошо можно усесться на заднем диване вдвоем. Можно, конечно, втроем, но высокий тоннель на полу. Все-таки будут полноприводные версии, поэтому двое. И особенно это заметно, когда вы раскладываете пульт управления комфортом. Он рассчитан на двоих. Левое кресло, правое кресло. Вы можете управлять с этого места, этим пультом, климатом. Единственное, что вам недоступно, это... Что вам недоступно? Практически все вам доступно. Недоступна функция массажа, которая есть, к примеру, на соплатформенном Hyundai Ecos. Но, извините, там и ценник совершенно другой. Отделочные материалы на очень высоком уровне. Потолок замшевый на вид, на ощупь. Кресло обшитые кожей известной марки Nappa. Кто приобретатели? По мнению Икеа, это некая группа людей с так называемым рациональным мышлением. Это люди, которые, не обращая внимания на престижность известных брендов, отдают предпочтение расчетам и расчетам. Вот. Продолжение следует...